Ага, тут футболисты, анонисты, это не те. Хотя сейчас это одни и те же люди, блядь, футболисты, они же анонисты. Он и сейчас там так принято. Привет, дорогие друзья, с вами Сева, Сэм Илье, и мы начнем со слов Merry Christmas. Дело в том, что мы сейчас будем с вами пробовать еще одного нашего винодела, российского микровинодела из Тавропольского края, станица Рождественская. Рождественское, Рождество, Крисмос. Поэтому Merry Christmas у нас такой будет способ заранее праздновать Рождество. Мы снимаем, кстати, в Пасху, поэтому вообще все очень культурно. Вот, но на самом деле это не так уж важно. Важно, что мы будем пробовать классного очередного микровинодела. Объем производства очень невелик. Опять же, 500-600 бутылок, как у нас было с виноделем на садах. И вот что интересно, совершенно другой терруар. Дело в том, что Ставрополь является предгорем Кавказа. Ну, такой, не так, не предгорем, а предгорной зоной. И во многом вот эта зона, там, где находится Ставропольский край, как бы так, ее основа сформирована тоже вулканическим действием. Кто знает, Кавказские горы это в основном базальтовое образование, да, такие бы огромные базальтовые выступы. Это горы вулканического происхождения. А предгоре Кавказа, вот, то, чем является Ставрополь. И есть, конечно, и горная часть. Там, если взять Кисловодск, Пятигорск. Эти почвы созданы инфузивной деятельностью вулканов. Но, прошли миллионы, десятки миллионов лет, и, конечно, Ставрополь это не какая-то вулканическая почва, хотя есть там отдельные местами сланцевые почвы, есть где графитные почвы с различным наполнением. Но самое главное, на Ставрополье есть так называемый Кавказский чернозем. Поскольку эту зону территориально относят все-таки к такому предкавказию, либо даже кавказу, то Ставрополь это называется Кавказский чернозем. Дело в том, что у него горизонты гумуса достаточно мощные. Ну, то есть, прям такие слои десятки сантиметров. Это хороший такой плодородный слой почвы. И он, конечно, во многом дает буйный рост всему. Ну, это как раз та земля из серии, где, как говорят, палку воткнул в рост и тут же она зацветет. Достаточно плодородная земля. Я для себя сделал совершенно разочаровывающее открытие, что есть объявление о продаже Ставропольского чернозема. Для меня это какая-то совершенно неприемлемая история, даже с точки зрения морали. Я думаю, что земля оставаться должна там, где она образовалась, и там на ней создавать лучшие урожаи различных сельскохозяйственных культур. В нашем случае мы говорим сейчас о винах Виктора Лобанова. Винодельня рождественская. Нет у нее названия у этой винодельни, но есть классное название, которое называется рождественский виндич. Мне очень нравится, потому что даже на английском это звучит очень круто. Крисмас Виндич. Мне показалось, что это очень крутой ход. Вот, мы будем с вами пробовать несколько вин. У нас будет снова маленький мини-сериал, и мы снимем про это, про вина. Что нужно знать? 21-й год. Весьма дождливый для юга России. Опять же, мы не ждем каких-то выдающихся историй, но при этом мы ждем в любом случае выражения того самого Труара, о котором мы поговорили с Виктором, что Черноземье, Ставропольское Черноземье Юга, дает очень буйный рост. И его попытки ограничивать урожай, ну, как сказать, не урожай ограничивать. Виктор не любит ограничивать урожай. Но само корнирование, конечно, необходимо, потому что при таких жирных черноземах рост совершенно буйный у лозы. Ее нужно корнировать бесконечно, чтобы она соки не пускала в рост, а пускала в ягоду. Итак, мы с вами будем пробовать, начнем мы нашу дегустацию с вин также 21-го года. Мы начнем с бленда Каберна Франширас Рождественский Винтаж, 21-й год. Интересно, что когда вино молодое, ну, мы пробуем вино в 22-м году, а значит, мы пробуем год следующий за урожаем, мы получаем огромное количество молодых зеленых танинов и очень живое тело у вина. Но, учитывая, что год был достаточно скромный по показателям, в августе было очень дождливо. Интересно. То мы должны с вами получить что-то необычное, но в любом случае наша задача оценку сделать. Так, давайте пробовать оценивать. Милая птичка в клюве, у которой маленькая, маленький гребень с ягодками Каберна Франширас. Я не знаю соотношения, наверное, это и не важно. Мы должны услышать в этом вине вот что. У Виктора Лобанова 0,7 гектара, 7 соток по-русски это называется. Объем производства очень небольшой. Давайте посмотрим, что получается на его участке. У него тоже так же, как и у Алексея Богданова, это просто участок недалеко от дома. Как говорят, в пяти минутах ходьбы. Итак, цвет. У нас, напоминаю, здесь Ширас, он же Сера и Каберна Фран. 21-й год. Слушайте, ну, пурпурности более чем характерны для молодого Шираса и тем более для Каберна Фран. Насущенность цветом скромновата, могло быть посильнее. Немножко толстоватый ободок. Но вино абсолютно чистое. Абсолютно прозрачное, нет каких-то посторонних включений. Ароматика живая, молодая, напоминает вишневый компот. Но я не говорю, я не подразумеваю разбавленность, как компот. Вот здесь вишневый вкус, есть вишневый компот. Это не значит, что я имею в виду разбавленный вишневый вкус. Теплый, приятный дыхание свежесваренного компота вишневого. Жимолость бубальгум. Вот бубальгум, в смысле, как жевательная резинка, он встречается при использовании определенного штамма дрожжей. И он хорошо слышен, когда это вино еще молодое. Очень дерзкая кислотность. Вот, наверное, в этом и чувствуется вот эта влажность 21-го года, то есть дождливость 21-го года. Очень дерзкая кислотность. Она немножко это вино делает, вставит такое в угловое положение. Вас немножко оно колет. Но клево, что во рту не остается вот этого бубальгума. Поэтому влияние штамма дрожжевого. Кислотный, ягодный, живой вкус. Ребят, если вы любите жирные колбаски на гриле, я такие вина обожаю. Я такие вина обожаю с рыбой. Тунцом, с лососем, с осьминогами и кальмарами. Это красное вино, которое нужно употреблять как белое. Молодое, живое, танина практически нет. Танин слегка цепляется за небо, но тут же уходит. Но оставляет вот это живое послевкусие. Это чем-то, вот этот бленд 21-го года, чем-то напоминает зону Бажоле ближе к Макону, с северной части Бажоле. Здесь вот прям живость, яркость, подвижность, но при этом сложно сказать, что это вино какое-то вот прям глубокое и сложное. Но гастрономичность, я как с Амельевым говорю, как человек, который обязан думать не только о вине, но и о еде, это очень гастрономичное вино, но под очень хорошую жирную рыбу, жирное белое мясо, либо с головоногими, либо с очень хорошей жирной рыбкой, такой плотной, мощной. Есть даже какая-то в послевкусии, которая достаточно, кстати, по длине приличная. Вот это прям стоит отметить. Наверное, из больших плюсов, хорошая по длине послевкусия. Здесь некие овощные оттенки, и это очень здорово, потому что именно это характеризует кабернафран, такая некая болгарский перец, некая такая веточка укропа, соцветия укропа. Какие-то такие вот очень приятные оттенки маринада, освежающие. Хорошо, но опять же, ребят, маринад это не значит, что это уксусно-кислое брожение. Именно ароматичность. Есть в послевкусии приятная травянистость, и это очень здорово. Хорошо. Хорошо и добро. Но, смотрите, поступим так же, как и в предыдущих роликах. Это интересно, но достаточно предсказуемо после носа. И оценка будет очень скромная. Всего 84 балла из 100. Потому что назвать это совсем все плохо. Рука не поднимается. Понимая на карте положение Ставрополя и Станевица Рождественская, я думаю, что если бы не 2021 год, о чем мне честно, кстати, сказал Виктор, это не мои какие-то изыскания, сказал, слушай, не жди ничего крутого, отнесись максимально критически, тогда будет все яснее. Я думаю, что на самом деле это уже как минимум интересно. Опять же отмечу достаточно чистый вкус. Нет никаких нюансов, которые бы позволили вам сказать, что в этом вине есть какие-то технические недостатки. Есть недостатки самой ягодки. И это тоже чувствуется в урожайности. Именно за счет немножко агрессивной кислотности. Но ее можно исправить, что вы попадете в хорошую пару. Есть еще один маленький нюанс, ребята. У меня получилось полное ощущение, что здесь некий сговор у виноделов, гаражистов. Они все продают вино по 600 рублей. Так что 600 рублей за бутылку этого вина, я думаю, это честно, хорошо. Но если есть возможность сделать лучше, вообще великолепно. Всего семьи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok